Здравствуйте! В Звездном городке чествовали экипаж корабля «Союз», который в мае вернулся из космоса. Научную программу экспедиции экипаж выполнил успешно. А на досуге у космонавта Романа Романенко даже оставалось время для песен, посвященных тем, кто ждал его на Земле. Открой ворота для друзей, пусти к себе веселье, пускай не гаснет до утра в волшебный цвет костра. И будешь помнить ты всегда те чудные мгновения, которые запомнятся, поверь мне, навсегда. В эти дни межпланетной станции Марс-Экспресс исполнилось 10 лет. Космический зон, запущенный с Байконура летом 2003-го, до сих пор успешно работает на орбите Красной планеты. А в декабре этого года космический ветеран пойдет на рекорд – приблизится к спутнику Марса, Фобосу, на расстоянии 40 километров. Аппарат делал европейское агентство, но они пригласили нас. И там три или четыре прибора российских работали, работают с 2002 года. Мы участвовали в выведении, поэтому мы считаем, что мы на Марсе свой след оставили. Всемирный потоп случился от падения метеорита. Так полагает американка Даллас Эбботт. Всю свою жизнь она посвятила исследованию метеоритных кратеров на Земле. Сейчас Эбботт изучает Россию. По ее версии, тысячу лет назад центральная часть нашей страны подверглась настоящей метеоритной атаке. Самое загадочное и таинственное озеро Московской области, недалеко от Шатуры – Смердячье. Даже название пугающее. Говорят, когда это здесь была церковь. Она ушла под воду вместе со священником. Правда или вымысел – неизвестно. Однако пейзаж вокруг добавляют мистики. Оно наиболее подозрительное, скажем так, среди всех 30 или 40 круглых озер в Шатурском районе. Вы же видите внешне, ровная местность, мы ехали среди болот. И вдруг вот такая кольцевая структура, окруженная краевым валом. Мы стоим на краевом валу. Это примерно на 8-9-10 метров выше уровня. Вот за счет чего такое могло образоваться? Именно круглая форма привлекла любителей внеземных историй. Их версия – озеро метеоритного происхождения. Образовалось 10 тысяч лет назад от падения 20-метрового космического тела. Вы знаете, самое было бы лучше, конечно, найти либо сам метеорит, либо вот эти импакты в большом количестве. Это вот оплавленные частицы, которые возникают при взрыве, при ударе. Совместная российско-американская экспедиция на этот раз попытается расставить все точки над «и» в происхождении водоема. Нам нужно найти правильные места, посмотреть, где там выкопать несколько ямок, и взять образцы породы под почвой, под этим подпочвенным слоем. Посмотреть, нет ли среди них пород, которые выброшены из больших глубин. Первое – обход озера и сразу любопытные находки. Здесь такой набор камушек самого разного возраста и происхождения. Есть местами вот такие вот камушки, но на них вот такие вот трещинки параллельные. Вот эти вот трещинки, они возникают, как считается, если приложить сильное давление и внезапно его снять. Ну, как при ударе очень сильном. Пока это только пробное бурение. Специалисты поясняют, найдут что-то интересное, последуют более тщательные раскопки. Интересно найти какой-нибудь камешек, чтобы видеть. Ну, вот это пошла глина уже, довольно плотная. Глина может многое рассказать, но чтобы увидеть это, нужно копать шурф. Задача ученых – взять как можно больше образцов и провести лабораторные исследования, чтобы сказать точно, действительно ли Московская область в прошлом подверглась метеоритному обстрелу. В составе любого метеорита есть никель. На Земле этого металла очень мало. И если мы обнаружим его в большом количестве, можно утверждать, что здесь было падение космического тела. Ученый с мировым именем, американка Даллас Эбботт, в российской глубинке впервые. Именно ей принадлежит открытие нескольких кратеров на Земле. Самый известный – подводный кратер возле Новой Зеландии. Он образовался в 1443 году. Тогда, по версии Эбботт, в океан упал огромный метеорит, который вызвал мегацунами – волны высотой свыше 100 метров. Вообще, падение метеоритов – обычное явление. Но нам надо понять, какую опасность они могут представлять для человечества. Ведь большая часть нашей планеты – это океаны. А если вдруг метеорит будет достаточно большой, мегацунами нам не избежать. В 2009-м Даллас выступила с новым сенсационным докладом. Малый ледниковый период в VI веке, который длился на Земле 4 года, тоже вызван падением крупного метеорита. За ним последовали извержения вулканов, выброс в атмосферу пыли, неурожая, голод. Итог – мировая эпидемия чумы. Всемирный потоп мог тоже возникнуть из-за падения небесного тела. Есть несколько мифов о всемирном потопе, в котором говорится примерно одно и то же. Молнии, раскаты грома, нечто, напоминающее цунами, и что-то вроде горящих камней, которые падают на Землю. Не зная, как объяснить катаклизмы, люди приписывали их потусторонним силам. Яркий пример – озеро Светлояр в Нижегородской области. С этим местом связывают таинственные исчезновения града Кетежа, по легенде ушедшего под воду вместе с жителями и покорившимися войску Батыя. Есть и более ранний марийский миф. Здесь когда-то жило какое-то племя панов, и это племя не поклонялось марийским богам. И тогда марийская богиня Девка Турка обиделась, ну как бы, сердилась на это племя и послала своего коня, гигантского коня высотой до небес, который изрыгал огонь и который скакал по этим территориям. И там, где копыта ударяла в землю, там образовываются озера. По всему миру вы услышите множество историй о драконах, которые, пролетая по небу, разрушали землю. Я думаю, что изначальные истоки этих легенд пришли к нам с метеоритами. Здесь, в России, также существуют сказки об огненных птицах и драконах. Падение метеоритов – явление довольно частое. Но в отличие от мертвой Луны, где кратеры все как на ладони, на Земле все космические раны быстро затягиваются ветром и дождем. Поиск кратеров – это как один из способов оживить в памяти людей прошлое. Даже спустя века современный мир отразить космическую угрозу пока не в силах. Астрофизики выяснили, большое количество соли сокращает жизнь звезд. Такое заключение стало итогом 20-летнего исследования учеными звездных скоплений. Получается, что избыток хлорида натрия или пищевой соли – белый враг не только для человеческого организма, но и для звезд. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.